Добрый день! В Шуши и кулинарный фестиваль, и музыкальный, всякого рода фестивали, встречи Эрдогана с супругой, всякие дипломатические междусобойчики, а тут еще и парламентарии трех стран собираются. Что и почему так делает Алиев, может быть, мы уже понимаем. Но почему Грузия собирается поехать, из Табилиси собираются поехать в Шуши, не очень понятно. Я на этот вопрос отвечу одной фразой, если вы не против. Табилиси поедет туда только лишь потому, что грузинскую политику определяет и руководит грузинской политикой некто Иванишвили, который является марионеткой Кремля. Поэтому то, что делает Грузия на международной арене, на авансцене международных отношений, она делает исключительно под диктовку Кремля. Поэтому здесь как бы возбуждаться от того, что вот грузины так поступают, чтобы у людей не возникло какой-то антипатии, скажем, к соседнему народу, который нам очень близок и духовно, и исторически, и так далее. Вот такой будет мой ответ. Чисто дипломатически мы помним, что год назад США, Франция и Россия отказались отправлять своих дипломатов в Шуши. Помните? Они считали, что вопрос Шуши еще открыт. Да вообще все вопросы еще открыты, не только вопрос Шуши. Все вопросы, связанные с армянской проблемой, абсолютно все, и мелкие, и средние, и крупные, они все открыты и будут оставаться открытыми до тех пор, пока Армения будет продолжать находиться, так сказать, в категории колонии России. Так и будет. Ни один вопрос не закроется, ни один, даже самый маленький. В связи с выступлением Пашиняна в Нидерландах, в частности о невозвращении пленных, пресс-секретарь МИД Азербайджана Абдулаева заявила, что обвинения безосновательны и показывают, что Армения не искренна по вопросу нормализации отношений, она далека от искренности, ставит под сомнение желание этой страны действовать по имя мира. Итак, вопрос, подразумевает ли под этим Баку, что Азербайджан искренен в вопросе нормализации отношений, и, наверное, они не слышали заявлений Алиева, его угроз, оскорблений и даже территориальных претензий. Пашинян, кстати, посмел напомнить, что Алиев требует взамен пленных что-то. Вы знаете, вообще понятие искренности и понятие Азербайджана абсолютно несовместимы, абсолютно несовместимы, и в равной мере несовместимы эти понятия также и, так сказать, в отношении нашего, к несчастью сегодня еще руководителя нашей страны. Только одна неискренность, она, так сказать, побуждаема, естественно, такими имперского свойства мечтами и желаниями, а другая неискренность – это порождение страха. Вот и все. Я думаю, что все эти неискренности, все эти, знаете, подковерные разговоры, вопросы, эмоции и прочее, это все надо пока забыть, оставить в сторону, потому что они не имеют никакого абсолютно практического значения ни на ситуацию, которая сегодня в Армении у нас сложилась, ни на тем более перспективы, которые нас ожидают. А что важно? Нам важно, вы знаете, я вот хочу привести, я все, когда шел сюда, думал, как бы не забыть об этом вам сказать, есть такой замечательный московский писатель Виктор Шендерович, большая умница, который недавно стал иммигрантом, как и многие интеллектуалы российские. Так вот, он пару дней назад сказал очень интересную фразу, он сказал, что история не учитель. История, если брать, так сказать, экстраполировать на школьную философию школьный быт, история – это надзиратель, который наказывает нерадивых учеников, не выучивших ее уроки, оставляет на второй год в том же классе. Так вот, у нас, вот с этой позиции, если подходить, вот за все время этой так называемой независимости, уже более трех десятилетий, да, я вижу, что мы остаемся не просто второгодниками, а третьегодниками, четверогодниками, там, как угодно. То есть мы в том же классе сидим. И это происходит во многом потому, что у нас не просто плохая успеваемость, а эта успеваемость уже вот в результате политики последних трех десятилетий, она доведена практически до нулевой точки. Ее просто нет никакого. Там же должна быть причина. Вы знаете, я смотрю вот на эти выступления, на эти протестные движения, шествия, там, митинги и прочее, и меня поражает, что люди, которые не усвоили уже уроки, о которых я сказал, они послушно и даже, я бы сказал, вдохновенно идут, так сказать, руководимые, идущими в первых рядах лицами, которые, так сказать, зарекомендовали себя за эти 30 лет, как откровенные преступники, как убийцы, казнокрады, расхитители, так сказать, народного добра, люди, люди, унижающие, топчущие человеческое достоинство, отнимающие у людей последние копейки. Ну, одним словом, негодяи, на которых печати ставить негде. Я имею в виду не только вот тех, кто в первых рядах, когда я вижу, особенно, у меня просто сердце разрывается от возмущения. Роберт Кочарян. Рядом с ним идет его этот сыночек, в очень ранние годы ставший миллионером, Левон. Я вижу, значит, бессовестные лица, значит, Эдуарда Шармазанова, Армена Ашутиана, Дашнаков, всякого рода там. Немало их в первых рядах, которые на протяжении вот всех этих трех десятилетий неоднократно составляли, так сказать, неотрывную часть разных властей, питались из кормушек и прочее, прочее. И вот у меня возникает вопрос. Хорошо, вот вы идете за этими людьми. Вы хотя бы один следующий шаг просчитали? Ну, давайте предположим, что завтра Никол Пашинян по тем или иным причинам, либо сбежит из страны, скорее всего, так и будет, я думаю, либо там выступит, значит, с заявлением о том, что он подает в отставку. Завтра вы что будете делать? Вы представляете себе, кто возглавит это переходное временное правительство? Ведь наверняка же возглавят те, кто сегодня идут в ваших первых рядах, и что вы от них ожидаете? Какое-то добро? Да упаси Господь, да упаси Господь. Я отнюдь не отношу себя к тем, кто выступает в роли адвоката дьявола, под дьяволом я сейчас имею в виду Пашиняна. Пашинян мне абсолютно не симпатичен, тем более, что и я оказался в числе тех многочисленных наших сограждан, которые были обмануты 4 года назад, обмануты цинично, нагло, хотя и весьма примитивно. Но вы знаете, сейчас, так сказать, махать руками, трясти кулаками и так далее, сейчас не время для этого. Сейчас время для того, чтобы наконец-то выучить уроки истории. Хорошо, мы вернемся к урокам, что не усвоили и почему. Давайте продолжим вот это то, что вы начали рассказывать, свое мнение высказывать. Сейчас идет отрицание политической фигуры. В 1918 году тоже было отрицание конкретной политической фигуры, верно? И сейчас идет, вот вы говорите, почему идут за ними, и сами же ответили, потому что они идут отрицать Пашиняна. Хорошо, если не отрицание политической фигуры, или это ведет к тупику, то отрицание чего должно быть? Значит, в первую очередь, для того, чтобы не возникали вот все эти вопросы, все эти проблемы, мелкие, средние, большие и прочие, нужно наконец осознать одну истину, очень важную истину. Мы ничего не добьемся до тех пор, пока будем оставаться колонией России. Ничего не добьемся. Кто бы ни пришел завтрак власти, да кто бы ни пришел, за исключением, конечно, той небольшой группы людей, многих из которых я, к счастью, и лично тоже знаю, которые никогда не занимали никаких должностей, не имели ни министерских портфелей, никакого-либо влияния политического и так далее, а просто всегда были порядочными людьми, хорошими профессионалами и нормальными патриотами. В хорошем смысле этого слова, понимаете? Потому что я считаю, что переходное правительство, временное, о котором сейчас говорят, в том числе и все протестующие, и все митингующие и так далее, да, оно должно, помимо того, о чем сейчас говорится, помимо этих чисто таких популистских заявлений и обещаний, оно должно решить главную задачу, выйти из кошмара, который называется, который называется, ну извините, может не очень грамотно прозвучит, который называется лежать под Россией. Вот из этого кошмара надо выходить. Вот в тот момент, когда мы, армяне, заявим на официальном уровне, что мы категорически и решительно выходим из всех искусственных мертворожденных организаций, там СНГ, ОДКБ, Евразес и прочее, вот когда мир услышит это от нашего переходного официального правительства, вот тогда и отношение мира к нам радикально изменится, диаметрально повернется стрелка в нашу пользу, понимаете? Вот вы говорите в Шуши, там, я не знаю, что они там организовывают, с женами там или с кем, вот ничего этого уже не будет, ничего, потому что пока мир видит, что мы, так сказать, вообще представляем собой какую-то аморфную массу, аморфную массу, мы не общество, мы не нация, мы не правительство, мы не государство, мы сами себя не уважаем, мы позволяем, чтобы об нас вытирали ноги азербайджанцы, сегодня им уже мало, значит, того, чтобы весь Карабах подмять под себя, сегодня они претендуют уже на Гегаркуник, на Арарат, на Сюник уже давно и так далее, да что там далеко ходить? Мы же слышали, как Алиев неоднократно заявлял, что Иреван — это древний азербайджанский город, то есть тут уже цинизм, наглость зашкаливают настолько, что я не нахожу слов для того, чтобы это как-то охарактеризовать, оценить или прокомментировать. Я попробую упростить формулировку, если я ошибаюсь, вы меня поправите, вы говорите отрицание от того, чтобы лечь под Россию, да, вот формулировка была у вас такая, я ее переформулирую и сделаю так, отрицание политического курса, мы говорили отрицание такого-то, такого-то политического деятеля, мы сейчас с вами пытаемся понять, что мы должны. Отрицание, прежде всего, политической философии и отрицание пренебрежения историей. Вы знаете, что ни один из руководителей Армении, а их у нас четвертый, да, сейчас по счету, такое ощущение, что они вообще исторических книг не читали, не знают истории, элементарных вещей не знают. Я не говорю о древней истории, я говорю о новейшей истории, новейшей, имея в виду вот создание преступного государства под названием Советский Союз, которое в конце этого года будет, Путин готовится отмечать столетие, так сказать, уже на фоне успехов, когда он уже разгромит Украину, присоединит ее, потом возьмется за остальные, значит, ошметки этой империи и прочее. Понимаете? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Мы никак не можем этот урок выучить. Вот давайте вот вы опять вернулись мы туда, какой урок мы не усвоили, вы говорите, и обязательно, я попрошу, почему все-таки не усвоили? Ну, почему не усвоили? В силу разных причин. Вы знаете, я отлично помню конец 80-х годов, вот то небывалое воодушевление, вот тот общенациональный такой, общенародный подъем, эти ежедневные многотысячные митинги, театральные, тогда она так называлась, на театральной площади. Люди шли туда, стояли, значит, часами стояли, воодушевлялись, аплодировали, кричали. И что в итоге? И что в итоге? Ведь чему тогда люди радовались? Люди радовались тому, что их страна, Армения, станет независимой. То есть она будет иметь собственную государственность, она будет иметь собственное правительство, а стало быть, она будет иметь собственный внутри и внешнеполитический курс. Так думали люди, да, в основном. К этому стремились. Нет, они не только стремились, они мечтали об этом. Они мечтали об этом, конечно, и стремились к этому. Но, к сожалению, для многих долгое время оставалось тайной. Для меня нет, я уже тогда знал, честно вам скажу, я уже тогда знал, что первый президент Армении, к сожалению, находится под очень сильным влиянием специальных служб России. Хотя в первое время, в первый момент, это меня вызвало радость, что вот у нас какой замечательный президент, грамотный, значит, знающий много языков, прекрасно образованный и прочее, прочее. Но буквально первые же шаги, первые же шаги вселили сомнения. Почему он так сделал? Почему, например, наши соседние Грузии и Азербайджан объявили себя правоприемником своих первых республик, а мы почему-то нет. Мы советской Армении. Тут сразу закралось какое-то сомнение, какой-то душок неприятный. Понимаете, почему советская Армения? Вот вам, пожалуйста, результат. Сейчас вот эта делимитация, там какие-то карты и прочее, нарисованные большевиками. А большевики с первых же моментов, значит, возникновения своей власти, они были нелегитимными. Все 70 лет они были нелегитимными. Они были просто бандой, захватившей власть. Они были узурпаторами. И они были угнетателями всех народов, находящихся под властью России. Вы понимаете, вот эти истины, это же ведь истины. Вы же согласны с тем, что я говорю? Ведь под властью России находится более 100 народов, чуть ли не 200 с лишним народов. И мы знаем, к чему привела ленинская политика. В каком состоянии сегодня эти народы находятся. И прежде всего, нам, конечно, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Нас более всего интересует состояние нашего народа и возможные перспективы нашего народа, нашей нации, я бы сказал. Нас интересует, когда в конце концов положительно будет решен армянский вопрос. Ведь это словосочетание армянский вопрос, это не просто фигура речи. Это очень большой, серьезный политический вопрос, решение которого будет иметь огромное влияние. Не только на нашу территорию, не только на наш регион, но и на весь Ближний Восток. А может быть, даже и больше. А может быть, даже и больше. Но многие об этом не думают. Вы понимаете, руководствуются эмоциями, вот каким-то сиюминутным движением воздуха. Там кто-то что-то сказал. Кто-то куда-то поехал. А вот почему Никол так сказал? А почему грузины поехали в Шуши? А почему этот приехал? Вернемся опять к вопросу, что не усвоили и почему не усвоили? Все-таки я бы хотела, чтобы это прозвучало. Главным образом, по причинам давления. Вы знаете, все-таки я должен сказать, что наш народ, он в положительном смысле отличается от многих народов бывших советских республик. За исключением, может быть, Прибалтики. Потому что у Прибалтики был опыт европейской жизни, опыт демократии и так далее. Но от остальных народов, я все-таки считаю, пусть это не покажется вам каким-то шизофреническим, шовинистическим заскоком. Я считаю, что все-таки мы интеллектуально были довольно богаты. Не случайно очень многие наши отцы, деды, матери побывали в Севири, побывали в концлагерях. Ведь всегда ленинская политика, она всегда стремилась к тому, чтобы любую нацию, большую, малую, неважно какую, лишить прежде всего интеллектуального нерва. Вот вытащить этот нерв, а потом уже остальных легко будет задурить. Вот эти идиотские, мы же их прекрасно помним, всякого рода лозунги и прочее. Сэр, оплот миром, мы за мир, народ и партии едины. Ну и прочие благоглупости, которых мы начитались вот так уже. Все это оказалось обманом. Все это обман. Вы понимаете, обман и обман безграничный. И сегодня мы видим обман. В той же России, в которой волею судеб я довольно долго прожил, и после крушения Советского Союза, и которую я довольно хорошо знаю. Этот обман довел людей до того, что сегодня мы видим своими глазами действительно где-то порядка 80% жителей России, граждан России, одобряют войну, которую затеял Путин против Украины. Это же страшная цифра. Вы понимаете, как такое могло произойти? Откуда это идет? Это болезнь. Хорошо, это пропаганда. Вы знаете, это как чума. Это болезнь. Это болезнь. И эту болезнь не вылечишь до тех пор, пока вот используя фабулу известной русской сказки, значит, не найдешь ту иглу, ту иглу, за которую держится жизнь бессмертного Кощея. Вот эту иглу пока не вытащат, этот Кощея будет жить. Но теперь похоже, что события развиваются в том направлении, в котором, я считаю, выгодным для нас направлении. Вы понимаете, в отличие от многих, которые, от тех самых нерадивых учеников, которые не выучили историю, цивилизованный мир, передовой мир, передовые страны прекрасно уроки истории выучили. И об этом свидетельствует хотя бы такой яркий и громкий факт, который произошел 9 мая. Не случайно именно 9 мая президент Джо Байден подписал приказ о ленд-лизе. А ленд-лиз — это не просто фигура речи. Ленд-лиз был, значит, во время Второй мировой войны, когда американцы этот ленд-лиз использовали для того, чтобы победила антигитлеровская коалиция. А сейчас в мире создана антипутинская коалиция, в которую вошли как минимум 40 государств. Мы прекрасно помним конференцию, которая недавно прошла в Рамштайне. Там об этом было прямо заявлено. То есть, если следовать логике, то без труда можно прийти к тому выводу, что дни Путина сочтены, вместе с этим сочтены дни обмана, лжи и тех безобразий, которые творились, начиная с 1917 года и продолжают твориться до сих пор. До сих пор. Этому придет конец. Да, вы знаете, я еще что заметил. Это очень хорошо, что мы с вами сейчас перешли к этой теме. Я думаю так, что и нашим зрителям будет интересно это прослушать. Вы знаете, вот глядя со стороны, такое ощущение, что, значит, путинская Россия пытается представить себя такого рода, вы знаете, своего рода нового Третьего Рейха. Третьего Рейха. Им покоя не дает слава Третьего Рейха, Путину в частности, да? Но как можно сравнивать? Это же не просто копия, это пародия, жалкая пародия. Потому что Третий Рейх был оснащен великолепной промышленностью, мощной промышленностью, прогрессирующим военно-техническим потенциалом. А самое главное, идеологии, хоть и бесчеловечной, хоть и преступной, но идеологии четко сформулированы. А что есть у России? Ни того, ни другого, ни третьего. Ничего нет. Есть только вот эти выдуманные больным воображением Путина скрепы, скрепы, да? Вот эта благоглупость очередная. Причем в основном же ведь, чем сегодня гордится путинская Россия и вообще россияне? Они гордятся прошлым. Они гордятся великой победой. Этой победе уже скоро будет тысячу лет в обед, а они все продолжают ею гордиться. Потому что настоящим они гордиться не могут. У них нет настоящего. А о будущем я вообще не говорю. Вот, вы понимаете, вот это такие принципиальные вопросы, которые каждый себе должен задавать. И которые каждый ученик, каждый ученик, ну, той условной школы, о которой я говорю, должен прекрасно выучить наизусть. Он должен знать этот урок наизусть. А когда я смотрю на эти толпы, идущие, вот, Аранс, Никол, Гаястан, Без Никола, Армения и так далее, я вижу, что слишком много у нас нерадивых учеников. Слишком много. И в том числе в элите. В том числе в элите. Вот те самые, которые возглавляют сегодня, да, ну, более-менее начитанные, образованные, в основном это люди с высшим образованием, там, в какой-то степени начитанные, имеющие какой-то кругозор и прочее. Я не могу их назвать идиотами, но они тоже главные уроки не выучили. А если и выучили, то это означает, что они продолжают обманывать людей исключительно для того, чтобы, так сказать, заработать на свой карман, там, завтра какую-то. Какую цель они поставили? Обыкновенную, прийти к власти, по которой они соскучились. Они же ведь очень долго были во власти. Хорошо, и как она решается, эта цель? Их цель? Да. Вот мы видим каждый день, как она решает. Вы знаете, эта цель будет решена в их пользу только в одном случае, если из Москвы придет отмашка, потому что, вы знаете, все-таки, вот, с каждым днем увеличивающееся количество людей, выходящих на улицу, а я это вижу, я внимательно наблюдаю, все-таки, может быть, может привести к выводу о том, что, да, давайте все-таки этот Никол, наверное, все-таки, надоел, да, и потом он дурачок, в общем-то, так, если... Это Россия так думает? Если откровенно. В России вы что-то? Ну, конечно, так они прекрасно знают, они его, как облупленного знают. Хорошо, вы считаете, что они устали, могут, это может быть тот случай, когда они почувствуют, что они устали. Вы как-то сказали в одном из своих выступлений недавних, Пашиняну идет тогда, когда закончится путинизм, так вроде бы сказали? Да, если до этого его не скинут, каким-то образом, потому что сейчас уже, знаете, какие разговоры идут, я уже до меня дошло, например, пару дней назад, что якобы готовятся вот сюда прислать Карена Карапетяна, то есть очередной гауляйтер кремлевский, понимаете, очередной гауляйтер. Нам гауляйтеры не нужны, нам, я уже однажды говорил, и не однажды я говорил, я готов и сегодня это повторить, нам необходимо, во-первых, с точки зрения государственного устройства, вернуться к президентской форме правления. Нам необходимо провести общенациональный референдум, я это подчеркиваю, общенациональный, потому что основной потенциал нашей нации, основной, подавляющий по своему размеру и возможностям, он находится за пределами нашей страны. И пока все армяне, все армяне, абсолютно все совершеннолетние армяне не будут участвовать в обустройстве нашего государства, нашего отечества и не будут участвовать в архитектуре наших перспектив, мы ничего не добьемся. Это чисто технически. Вот изберем, когда президента на общенациональных выборах, президента изберем, и этот президент, я надеюсь, в первую очередь выйдет из этого кошмара, именуемого, так сказать, российским колониализмом, вот тогда мы можем сказать, что мы на правильном пути, и мы не собьемся с этого пути, и у нас будет прекрасная страна, и эта страна станет желанным и надежным домом для всех наших армян. Я правильно поняла, вы говорите, что будь, все равно, пашинян ли у руля правления, или те, кто его скинут и придут, сядут, все равно задачи, вопросы Армении не решатся. Я же сказал, вопросы Армении решатся только в одном случае, если армяне сумеют общенационально сплотиться, понять, наконец, что им нужно, чего они хотят, во-первых, что они из себя представляют, что из себя представляют армяне. Вот мы знаем, наша история почти 5000-летняя, да, в отличие от азербайджанской истории, которая там сто с копейками, хотя они говорят, что Иреван, Иреван, якобы, это их древний город, да, но это чушь собачья, на это вообще не стоит обращать никакого внимания. Вот когда мы осознаем, в первую очередь, вы знаете, я вот хотел бы обратиться к нашим соотечественникам в диаспоре, и главным образом в диаспоре последних 30 лет, вот к тем, кто родился в Армении, прожил в Армении, получил здесь образование, то есть впитал в себя наш воздух, нашу воду, нашу землю, нашу природу, то есть все наше. Уехал в период блокады, да, не только блокады, вообще уехал вот в этот несчастный период, постсоветский период, понимаете, потому что та диаспора, та, которая уехала еще после, так сказать, известных событий 15-го года и так далее, там тоже, конечно, есть прекрасные люди, великолепные, образованные, патриоты и прочее, но поскольку они давно оторваны от отечества, вот как бы от пупка, да, от молока матери, они, может быть, уже... Нет, там очень много активных людей, которые следят день и ночь, следят за событиями. Активных людей много, но вы знаете, многие из них, я же наблюдал за этим, вот многие из них приезжают в Армении. Хорошо, вы хотите обратиться к диаспоре? Да, я хочу обратиться к диаспоре, значит, с тем, чтобы серьезно подумать над этим, подумать над этим вопросом и, может быть, создать какой-то организационный комитет, который возьмет на себя и расходы, и, значит... Техническое выполнение вот того, что вы сказали, да? Техническое выполнение того, что надо провести, значит, общенациональный референдум, на котором будут стоять два вопроса. Первый вопрос — это возврат к президентской форме правления, потому что вот за эти 30 с лишним лет мы убедились, что и так, хотели и так, и полупрезидентский, и такой, и такой. Но это вопрос изменения в Конституции, да, это... Сейчас якобы парламентский, вы знаете, что, в Конституции, никакая Конституция не в силах тягаться с волей народа. В Конституции может быть написано все, что угодно, но если сегодня народ сам способен дать оценку своему состоянию и сам способен принять какое-то решение, значит, это решение превыше любой Конституции. Но оно может войти как пункт в Конституции. Конечно, конечно. А второй вопрос — общенациональные выборы президента Армении, нового руководителя страны, который придет с командой нормальных людей, прежде всего образованных, морально устойчивых, невороватых, повидавших мир, имеющих понятия... Там какие-то условия должны быть, чтобы это было возможно сделать? Ну, какие-то возрастные ограничения, естественно, должны быть. Политические. И снизу, и сверху. Я имею в виду политические. Политические, ну, естественно, конечно. Но вы знаете, с человеком достаточно побеседовать 10-15 минут, чтобы узнать, что у него в голове и как он ориентируется в этом мире. Хорошо. Вы сказали, что события развиваются в нашу пользу. Помните, вы говорили о том, что происходит там в Украине. Что вы имели в виду? Скажу вам почему. Вы знаете, Всевышний создал этот мир далеко не с какими-то негативными целями. Он создал его для добра. А это значит, что логика истории, логика развития вот этой человеческой цивилизации на этой маленькой планеточке, которая во Вселенной вообще и пылинки не стоит, да? Она должна приводить к победе добра над злом, к победе здравомыслия над беспределом. Ну, что мы видим? Во всех авторитарных режимах мы видим беспредел. Мы видим угнетение народа. Мы видим воровство, коррупцию, обман и прочее. В отличие от этих авторитарных стран, мы видим нормальный цивилизованный мир, где верховенствует закон, где есть уважение к человеку, где главная ценность – это человек, а не государство, как, скажем, в России, где у всех уже в голове давно забито, что каждый человек должен служить государству или царю-батюшке, как сейчас уже у них же царь теперь, Владимир Владимирович, он же царь давно уже и у себя в голове, и в голове у своих сограждан, понимаете? То есть и логика истории, она подсказывает, что вот, кстати, вы знаете, вот обратите внимание, начиная с 1917 года, когда произошла эта большевистская революция, до сегодняшнего дня прошло сколько? 105 лет? 105 лет. За эти 105 лет, вот представьте себе глобус, карту мира, да, значит, количество цивилизованных государств увеличивается, а авторитарных уменьшается и сокращается, как шагреневая кожа. Ведь это же тоже логика истории, понимаете? И поэтому ее невозможно повернуть вспять. Я даже в страшном сне не поверю, что увижу когда-нибудь, что Путин победит в этой войне с Украиной, что Китай будет продолжать сотрудничать, в кавычки я это беру, сотрудничать. Китайцы не дураки, они знают, что они делают. Сотрудничать с Россией, помогать ей. Я этого не вижу. Я вижу гибель России. Потому что она ни экономически из себя ничего не представляет, ни демографически, ни морально, ни социально, вообще ни с какой точки зрения, ничего из себя не представляет. Вы обратили внимание на речь Путина 9 мая? Ведь вы знаете, смотришь со стороны такой слабенький, явно больной, уставший старичок, закутанный в какой-то мощный бронежилет, да еще сверху какое-то пальтишко, пледик на уставших хиленьких ножках, чтобы, не дай бог, не замерзли. Он говорил всего 11 минут, тогда, как обычно, говорил гораздо дольше. И были гости, были уважаемые в том числе гости. В свое время на этот парад приезжали и руководители Соединенных Штатов, Франция, Германия, Англия и так далее, и так далее. А сейчас никого нет. Он выступает, там что-то бормочет 11 минут. Причем эта речь больше была похожа на оправдание, так сказать, в рамках последнего слова, когда обвиняемому предоставляется последнее слово, и он пытается как-то оправдаться, что мы не могли иначе, вот так. У меня эта речь на меня произвела впечатление человека, который оправдывается перед международным трибуналом. То есть, вы понимаете, вот обобщая все это, сегодняшний наш с вами разговор, я хочу сказать одно только. Логика истории непреодолима. Логика развития человеческой цивилизации непреодолима. И никакой Путин, которому долгие годы, надо признать, удавалось путем шантажа, вот этой, значит, ядерной дубинкой, пугать Запад и так далее. Сейчас уже мы видим, что они, наконец, все поняли. Они выучили отлично уроки истории и поняли, что это все чушь собачья, и не стоит на это вообще обращать внимание. А недавно, вот буквально на днях, самые высокопоставленные представители Пентагона и администрации президента, и натовские чиновники просто откровенно сказали, не вздумай даже мыслить о том, чтобы нажать какую-то красную кнопку. Потому что как только ты об этом помыслишь, ты получишь удар по своему собственному бункеру. И все, и он замолчал. Ведь что ожидали 9 мая от него, что будет мобилизация, что будет объявлена война Украине, там, и все такое прочее. Ничего такого не было и не будет. Хорошо, вернемся все-таки в качестве подведения итогов к самому началу нашего разговора. И вопрос у меня такой. Вопрос нормализации армяно-азербайджанских, армяно-турецких отношений. Это миф или реально возможно и от чего зависит мир в нашем регионе? Вы знаете, если он и станет какой-то реальностью, весьма хрупкой и ни в коей мере не соответствующей нашим интересам, то это будет очень кратковременно. Потому что я еще раз повторяю, после окончания Российско-Украинской войны в мире воцарится новый миропорядок. Новый миропорядок. И в границах этого миропорядка армянский вопрос будет решен по-новому. А именно так, как выгодно нам, армянам. Потому что решение армянского вопроса в русле армянских интересов это есть историческая справедливость. Это есть соответствие исторической логике. Почему вы считаете, что он может быть решен именно так, как выгодно армянскому народу? Да потому что у нас куча документов есть, свидетельствующих о том, что правда на нашей стороне. Которые сегодня не работают почему-то. Которые не то, что не работают, а наши руководители, горе-руководители, которые на протяжении 30 с лишним лет уже, так сказать, руководили нашей страной, ни разу, может быть, они об этом и знают, но они ни разу не удосужились эти документы вытащить и положить на стол в соответствующих инстанциях международных. Ни разу не удосужились. Почему? Непонятно. Непонятно. Хотя понятно вполне. Почему? Потому что Москва не разрешает. Вот и все. Давайте, вы знаете, вот под конец, если есть еще пять минут времени, или две минуты. 45-й год. Я, правда, родился двумя годами позже, но я помню, родители мои рассказывали, и от многих я это слышал, я знаю, что это исторический факт. Значит, уже были назначены секретари райкомов и председатели исполкомов на территории, бывшей армянской исторической территории, входящей в состав Турции. Но Сталин этого не сделал. Я думаю, по одной единственной причине. Если бы на месте армян были бы грузины, он бы не только это отхватил, он бы пол Турции отхватил. Понимаете? То есть, есть, конечно, и субъективные какие-то факторы, которые проявляются в течение хода истории. Но существует объективная логика, объективная справедливость. И я не сомневаюсь в том, что эта объективная справедливость, лежащая на исторических фактах, всеми признаваемых исторических фактах, понимаете, она в итоге приведет нас к положительному результату. Как бы ни складывалась судьба, я этого, может быть, не вижу, может быть, этого и вы не увидите, но наши внуки точно будут. Чего боится Алиев сейчас? Почему он так жестко сейчас и так спешит? Ну, вы знаете, он ведет себя, как обыкновенный гопник. Как обыкновенный гопник. Он видит, что там его, этот самый смотрящий гопник, бандит, занят там какими-то другими разборками на Украине. Ну, он решил там, что, возможно, можно скоммунистить, пока этот наш главный бандит занят, а я возьму все, что плохо лежит и все, что возможно сейчас взять. Все, что угодно. Он и до Еревана дойдет, я в этом не сомневаюсь. Если ему, конечно, позволит ход истории, но я не думаю. Я думаю, что этот вот 2022 год, год столетия образования нелегитимного, незаконного, преступного государства под названием СССР, станет последним годом зла и станет годом победы добра. Я в этом уверен. Спасибо. И вам спасибо. Спасибо всем, кто следил за нашей беседой. Напомню, что в эфире был Мюан Табан на русском. Гостем был политолог, доктор политологии, палец заключенный в годы президентства Кочи Ариана Сарксяна, публицист Аркадий Вартанян. Всех благ и мира всем.